Сегодня мы покажем вам, как оказать сердечно-легочную реанимацию или СЛР. Это простой, но жизненно важный навык, который может спасти жизнь человеку в случае остановки сердца. Давайте вместе запустим сердце и сделаем наш мир безопаснее! Первая Азиатско-Тихоокеанская Олимпиада по первой помощи состоялась в субботу во Владивостоке на водной станции ТОВ. Участие в ней приняли около ста человек. Не только специалисты по долгу службы, обязанные уметь оказать спасительную помощь, но и команды совершенно мирных профессий, включая школьников и даже воспитанников детского сада номер 26 из Владивостока. Организаторы Олимпиады, Российское общество первой помощи и Общественная палата Приморского края при поддержке правительства Приморья уверены, первая помощь – это то, что может оказать любой человек. У нас собрались 10 регионов страны, даже есть Китайская Народная Республика. Эту Олимпиаду мы сделали по аналогии, как первую Олимпиаду сделали в Санкт-Петербурге. Наша цель – популяризация первой помощи. В связи с тем, что у нас в стране первую помощь знает всего 4%, и что когда мы ничего не делаем, у нас до приезда скорой помощи гибнет практически 60% людей, то поэтому, вот когда мы ничего не делаем, вот эти 20 минут, да, и когда приезжает скорая помощь, она же не может приехать мгновенно, то есть за там 3 секунды, вот это время мы должны оказывать помощь. Участники показали навыки оказания помощи в различных сложных ситуациях. Проведение сердечно-легочной реанимации СЛР, если у человека нет сознания и дыхания, остановку кровотечения, помощь, когда в дыхательные пути попало инородное тело, если человек пострадал при взрыве или в других чрезвычайных ситуациях. Здесь у нас получается станция имитации взрыва газового баллона, на которой присутствуют 3 пострадавших, один с отрывом пальцев, с ожогом и с инородным телом брюшной полости. То есть участники в наших этапах здесь это профессионалы, то есть сотрудники медицинские и околомедицинские и ведомственные. Инородное тело мы не вынимаем, мы его фиксируем. Если, скажем, наши навыки не позволяют нам этого сделать и умения, мы обращаемся непосредственно к профессионалам в скорую медицинскую помощь. Если мы видим такой вот ожог у человека, что мы делаем непрофессионалу? Определить его местонахождение и локализацию, и его укрыть в стерильной, желательно, повязках. Если ребенок подавился, мы его берем, кладем на свое предплечье, ножки обязательно должны свисать, придерживаем позвонки, ну то есть шейку, потому что она очень слабая, стучим между лопаток, если это не помогло, мы ребеночка кладем на твердую поверхность, в нашем случае помогло, и чуть выше сосковой линии, и вылетает. Да, статистика неутешительна. При неоказании первой помощи около 30% пострадавших погибает в течение первого часа. Экстренные службы не всегда могут оперативно прибыть на место различных ДТП, чрезвычайных ситуаций и неотложных состояний. И умение каждого из нас оказать первую помощь может спасти кому-то жизнь. У меня был случай, я мальчика спасла на воде. Был бы такой момент, мы тренерским составом спасли людей, плевать. Ну, мы еще плюс мамы, и поэтому этот навык, он крайне необходим в простой жизни, потому что бытовой травматизм, ну, к сожалению, очень частые случаи. Всероссийское общество первой помощи проводит мастер-классы для всех желающих, также они и могут выезжать на предприятия, давать мастер-классы. Первая Азиатско-Тихоокеанская Олимпиада по первой помощи состоялась. Планируется, что вслед за Северной и Санкт-Петербургом в дальневосточной столице она тоже станет ежегодной. Ирина Шилина, Олег Завьялов, Новости на Восьмом.